Меня зовут Мария Новикова. Здравствуйте! Прямо сейчас мы находимся в доме 4 канала нашей открытой студии, которая находится между театром эстрады и метро 1905 года. Здесь самые интересные гости. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Естественно, мы поднимаем самые актуальные темы. Ну и, пожалуй, одна из самых актуальных тем на сегодняшний день – это голосование по поправкам в Конституцию. Один из ключевых моментов мы обсудим с Левиной Ириной Анатольевной, директором государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловский областной медицинский колледж, членом общественной палаты Свердловской области, сопредседателем регионального общероссийского народного фронта. Ирина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы к нам пришли. Ирина Анатольевна, голосование продолжается, люди идут, есть еще и мобильные пункты. Ну, мы действительно сами, когда ездим на съемки, видим, насколько большой ажиотаж, насколько люди хотят принять участие. Но, действительно, перед тем, как проголосовать, нужно все-таки разобраться в вопросе, разобраться в поправках. Мы сегодня предлагаем поговорить о медицине. Почему вообще необходимо прописать в Конституции доступность и качество медицинской помощи? Действительно, вот очень хочется, чтобы голосование за поправки Конституции было еще и таким вот очень серьезным погружением в то, какие поправки предлагаются и насколько они своевременные и актуальны. Вот есть такая замечательная крылатая фраза «Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто». Поэтому вот поправки, связанные со здоровьем, наверное, они ключевые в Конституции. И прежде всего это обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. Ну, вот казалось бы, сейчас уже помощь, в принципе, она и доступна, и качественна. Да, но все-таки, вот если в основном законе нашего государства будет эта формулировка обеспечения качества и доступности медицинской помощи, это значит, что равное право на медицинскую помощь будут иметь абсолютно все граждане, вне зависимости от того, в каком они месте живут, в какой отдаленной территории, вне зависимости от того, какой возраст у них. То есть вот все должно быть направлено на то, чтобы эта помощь была равной. А вообще, каковы критерии доступности медицинской помощи? Вы знаете, сейчас очень многое изменилось в здравоохранении. Наше здравоохранение стремительно развивается и имеет много возможностей, которых раньше не было. Например, целый раздел «Мобильная медицина». То есть сейчас очень много мобильных медицинских комплексов. На КАМАЗах, на специальных передвижных устройствах. Это современные лаборатории, это современные диагностические кабинеты, офтальмологические комплексы и многое-многое другое. Мобильные ФАПы. Это то, что может придвинуться, выдвинуться в любое самое отдаленное место. Передвижные поликлиники. Это телемедицина, которая позволяет проконсультировать пациента. Опять же, это можно сделать из фельдшерско-отдаленного пункта, в любом селе, в любом отдаленном месте. И пациента можно проконсультировать. И, кстати, и медик, фельдшер, врач может проконсультироваться с самым ведущим специалистом. Это крайне важно. Но вот для того, чтобы это все использовалось по максимуму, для того, чтобы это все использовалось в интересах каждого гражданина, конечно, важно, чтобы это было в основном законе. Я вот, кстати, знаю, что у вас в областном медицинском колледже есть как раз такие передвижные пункты, есть лаборатории на колесах. И вы как раз ездите в отдаленные территории, помогаете тем, кому помощь приходит не сразу, скажем так. Да, вы знаете, это просто потрясающие возможности, которые мы получили, и Министерство здравоохранения Свердловской области создали нам такие возможности. Они важны и для подготовки будущих медиков, они важны для сохранения квалификации наших педагогических кадров врачей. Кроме того, мы ездим не одни, с нами ездят ведущие специалисты здравоохранения Свердловской области, главные специалисты Минздрава Свердловской области. И когда мы выезжаем, есть у нас такие акции «Добро в село», «Добро в город», «Урал. Территория здоровья». Есть тематические акции, направленные, допустим, на профилактику инсультов, других заболеваний, раннюю диагностику онкологических заболеваний. Это действительно такая реальная, очень важная помощь. И вот как раз этим голосованием вот такую помощь мобильную можно закрепить на законодательном уровне. Конечно, конечно. Потому что ведь мало эти возможности просто иметь. Они должны очень эффективно использоваться. И когда это будет закрепление в основном законе, безусловно, на всех уровнях власти, на всех уровнях руководства будут все старания прилагаться для того, чтобы использовать это. А вот что же такое культура ответственного отношения граждан к своему здоровью? Потому что это вот тоже один из пунктов. Вы знаете, наверное, это тоже самый важный вопрос, самый своевременный. Потому что вот есть такое понятие, есть такая классификация факторов, влияющих на здоровье. И вот оказывается, что в этой ВОЗовской Всемирной организации здравоохранения классификации, как раз здравоохранению-то принадлежит всего 10% факторов влияния на здоровье. Всего 10%. А вот 50% – это образ жизни. То есть образом жизни мы закладываем, сохраняем, поддерживаем, укрепляем свое здоровье. И в ситуациях, когда человек здоров, и в ситуации, когда он болен, выздоравливает, проходит реабилитацию. Вот это тоже крайне важно. И вот эта культура ответственного отношения к здоровью – это такой вот ключевой стержень всего, что необходимо. Потому что, к сожалению, здоровью и даже жизнь укорачивают всего 7 ведущих факторов. Это неконтролируемое артериальное давление, это употребление алкоголя и курения, это избыточная масса тела, это гипотинамия, это недостаточное употребление фруктов, овощей. Вот это же все очень простые вещи. И вот если их соблюдать, это действительно будет годы здоровой жизни увеличиваться для человека. Но это все звучит достаточно просто. То есть не употребляйте, не курите, гуляйте, больше ходите. Это все так, это звучит невероятно просто. Но почему-то в жизни это совсем не так. Как тогда можно сформировать вот эту культуру? Вот формировать эту культуру должны с семьи. Начинать это надо с семьи. Вот что называется, с молодых ногтей, с самого детства. А дальше должны включаться все общественные институты. Это должно образование. То есть это, в общем-то, культура здоровья, это в том числе и образование. Это обучение, это мотивация, это вовлечение. Почему сейчас мы так вот серьезно занимаемся волонтерским движением? Потому что через волонтерское движение, а у нас сейчас есть группы волонтеров очень младшего возраста, буквально детсадовского возраста, у нас есть группы серебряных волонтеров, потому что мы говорим ведь сегодня в нашей стране и о долголетии, не просто о долголетии, а об активном долголетии, о счастливом долголетии. И во многом это образ жизни. Ирина Анатольевна, коли уж вы упомянули детсадовский возраст, наших малышей, мы вам предлагаем небольшую угадайку. Мы задали нашим ребятам один простой вопрос. Кто это или что это? Давайте послушаем, я предлагаю вам отгадать, давайте послушаем, что же загадали наши ребята. Готовые, чтобы любят гостей, уважают их и выступают на что, чтобы пообедать. Ой! А, ну это добрые люди, которые не нарушают закон. Ой! Это те, которые что-то, ну, либо кто-то хорошо попросил верливого, то они за это дают. Ой! Это люди, которые помогают, ну, ни за что помогают. Ну вот, последний пункт, мне кажется, раскрыл все карты. Итак, что же скрывалось за этим? Ой, я напомню, это люди, которые любят других людей, которые приглашают пообедать, которые помогают ни за что. Кто это такие? Вы знаете, я думаю, что это добровольцы. Это добровольцы? Давайте послушаем. Добровольцы. 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 А, ну, это добрые люди, которые не нарушают закон. Но добровольцы – это те, которые что-то, ну, либо кто-то хорошо попросил верливого, то они за это дают. Добровольцы – это люди, которые помогают, ну, ни за что помогают. Ну, совершенно замечательно. Что называется «устами младенцев» глаголит истина. Ирина Анатольевна, ну, вот как сопредседатель ОНФ, насколько реально ребята, насколько правильно они описали добровольцев? Они описали совершенно правильно. Вот, наверное, они попали в такие вот ключевые моменты, очень правильные, очень верные и очень ценные в этом движении. Потому что вот этот региональный штаб наш, который был сформирован при ОНФ, мы вместе – это вот действительно такая самоотверженная работа вот таких совершенно потрясающих людей. Спасибо вам большое, Ирина Анатольевна. Я напомню, Лёвина Ирина Анатольевна – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловский областной медицинский колледж, сопредседатель регионального общественного народного фронта, член общественной палаты Свердловской области. Спасибо, что пришли к нам в гости Дом 4-го канала.